Всем привет! Я Наталья Савицкая и это программа «Успешная мама». Говорят, чужие дети быстро растут. На самом деле и свои взрослеют не менее стремительно. И тут важно успеть запечатлеть момент. Мама, с которой мы сегодня вас познакомим, точно знает, как это сделать. Чуть-чуть голову наверху так. Ага. Молодец. Не, не на меня. Да, 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 да. Вот, молодец. Знакомьтесь, это мама Олеся. Эстетический вкус, чувство композиции, творческая неуспокоенность – это про нее. Олеся знает, что быть просто фотографом намного сложнее, чем быть фотографом мамой. Потому что ее источники вдохновения всегда рядом. Как им живется под постоянным прицелом объектива и как нашей маме удается ничего не упускать из виду – будем выяснять. Часто задают этот вопрос, как ты все успеваешь с четырьмя детьми. Я здесь с одним или с двумя совсем не успеваю. Я говорю, что дети, наоборот, помогают. Мне, наоборот, нас вдохновляют. Когда я сидела в декрете, для меня было каждый день один и тот же. Я уже не понимала сибота, понедельник. Для меня это было вообще все равно. И я начала понимать, что начинают такие скучные дни. И начинают мне все раздражать. Приготовить, покушать, еще что-то. Даже начали раздражать дети. Я думаю, так, стоп, что-то здесь не так, надо менять. И она поменяла. Первый фотоаппарат Олесе купил муж. Точнее, как купил – заставил заработать. Сказал, что взял деньги на технику в долг, и их надо вернуть. А для этого придется достигать профессионального уровня в своем хобби и ставить дело на коммерческие рельсы. Олесе работала от души, но на себя. Да, если бы не было у Николая, у любимого мужа, наверное, бы не было моего любимого хобби. Мы счастливые люди, кто находят то дело, которым горят, те, которые прям им нравятся, а еще они на этом зарабатывают. Когда ты горишь работой, когда ты думаешь, да, вот еще, еще другую сделку. Найди свое любимое занятие в жизни, и ты не будешь работать ни одного дня. Не работать, но зарабатывать, согласитесь, уже неплохой вариант. Только художник получает удовольствие еще и от того, что людям нравится то, что выходит из-под пера. А чтобы довести процесс до совершенства и предлагать клиентам качественный продукт, снова потребовались вложения. Их обеспечил социальный контракт. Мама написала бизнес-план, и его одобрили. В дело вступил свет и еще одна камера, а Алися завела мотор и арендовала студию. Я благодарна государству, так как моя мечта осуществилась. И я сейчас вот на данный момент снимаю студию, где я могу реализовать свои какие-то проекты, идеи именно с разным светом. И, конечно, без поддержки государства у меня бы этого не было. Здесь уже мы постарше. Здесь я с родителями на юге. Ну, наверное, и все, да. По сравнению с современными-то детьми. Да. Сейчас у меня, конечно, было не очень много фотографий. Первое желание было это сфотографировать детей. И так как у меня нету фотографий моих детских, там всего, наверное, 10, ну, может, 15 фотографий всего, то я решила, что у моих детей будут альбомы. Первая фотосессия с папой, бабушка и ее внуки – вылазка на природу всем составом. Остаются не только в памяти. Ежедневные улыбки, даже слезы и другие памятные моменты Олеся советует хранить в, так сказать, натуральном виде – распечатывать. Каждый фотографирует на телефон, но мы не всегда печатаем. И у кого-то теряется телефон, у кого-то ломается, у кого-то еще какие-то флешки. И очень печально, когда у вас там два или три года вы фотографировали, и вот эта память, она все уходит. Когда к нам приезжают друзья, они всегда приезжают и говорят, так, что у вас новенького. Мы достаем свои новые альбомы, показываем, рассказываем, где мы были, где мы гуляли. И это даже сплочать, ну, так прям сплочать, ты такой думаешь, ааа, так классно, когда вы можете просто вместе полистать альбом. Миша, Сема, Тоня, Юра. Да, друзья наши. О! Молодцы, живут в Питере. Фрочка, Паня. Дети у меня постоянно их достают, смотрят, пересматривают, смотрят, какие-нибудь маленькие. Даже у меня дети просто чуть друг на друга похожи. И они начинают угадывать, кто здесь кто. Мы очень редко сейчас на данный момент выезжаем, так как мы не влезаемся в машину. Из-за этого чаще всего находимся в городе Валдае. И очень любим играть в настольные игры. Семец, ты добываешь себе, ну, как сказать, еду. У него есть его. Да, значит, кто ты? Рыба. 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 Но главное, семейный архив Козловых продолжает пополняться. Несомненно, однажды в него гармонично впишется и фото их загородного дома. Это мечта. Здесь будет дом. А вот здесь вот у нас будет летняя кухня. Как раз выходом на пруд. Баня будет. Здесь у нас как раз наше любимое место с яблони, где мы здесь будем. Дом будет вот с этой стороны. Большой. В общем, такое все в мечтах, чтобы и работа, и дом, все было рядом, и дети были рядом. Ловить такие моменты, такие... И даже такие. Мама Олеся советует всем. Для этого не обязательно быть профессиональным фотохудожником. Картинки рисует сама жизнь. А вы просто успевайте их заметить и сохранить. Вечерами мы смотрим какие-то семейные фильмы, всех зовем. Такие, все у нас гурба такая на одном диване собирает. Что вы играете? Мам, да и Лисанта! Мне, как маме, меня это наполняет, меня это заряжает, когда все дети со мной рядом. И мы вместе просто смотрим фильм, когда я могу просто обнять и поцеловать. И я вот в этот момент, правда, наслаждаюсь. Вот именно, что у меня вот такая большая семья. Два года, два месяца, да. А он сейчас уже в доме сходит для них. Это очень рад. Но если об этом и не все, то я ничего не говорю. И он в доме знает сейчас. И он в доме знает сейчас. Молодец! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!